Добрый день! На часах полдень. Время узнать, что нового сейчас в регионе. В студии Олеси Кокина. Глава администрации Котласского района Светлана Бральнина взята под стражу. Это подтверждают источники в ФСБ и Следственном комитете. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания города Котласа. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что задержали Бральнину вчера в своей квартире, где был произведен обыск. Глава района сейчас в отпуске. Как стало известно из собственных источников, сейчас в суд направлено ходатайство об избрании в отношении Бральниной меры пресечения в виде заключения под стражу. Светлане и Бральниной собираются предъявить целый ряд обвинений экономического характера, в том числе по похищениям и растрате. Мы следим за развитием ситуации на юге области. Внимание автолюбителей! С сегодняшнего дня и до 31 октября закрыто движение по проезду сибиряковцев. Это связано с реконструкцией автодороги. Теперь нельзя проехать от улицы Теснаново до Гагарина. Стоимость ремонта 235 миллионов рублей. Напомню, изначально модернизацию трассы строители должны были начать еще в 2016 году. Но сроки перенесли из-за ошибок в проектно-сметной документации. Также сегодня перекрыто движение и на пересечении улиц Вельская и Октябрят, а также в районе перекрестка проспекта Ленинградский и улицы Касаткиной. Заранее планируйте свои маршруты движения. О доходах и расходах бюджета 2016 года чиновники и городские депутаты рассказали жителям областного центра. Куда уходят деньги из городской казны стало главной темой публичных слушаний в администрации Архангельска. На них побывал мой коллега Вадим Фитосеев. Доходы более 7 миллиардов рублей, расходы более 8 на дороги, образование и другие сферы. На публичных слушаниях чиновники и депутаты отчитались перед горожанами о расходовании средств бюджета Архангельска в 2016 году. Узнать, куда пошли деньги, пришли более 100 архангелогородцев. Это для меня первый опыт подобного мероприятия. Хочется узнать, как распределяются деньги, на что, потому что это немаловажно в нашем городе и проблем очень много с финансированием, в частности и в образовательной среде, в которой я работаю. Продавцы, юристы, представители сферы обслуживания на большое совещание собрались люди самых разных профессий, в их числе и студенты. Для них это мероприятие носит в первую очередь образовательный характер. Привела студентов Государственного муниципального управления и студентов-юристов на то, чтобы посмотреть, как в реальности публичные слушания реализуются, проходя в нашем городе. И по результатам мы обсудим, что было, как было и какой результат. Около 20% городского бюджета в прошлом году ушло на нужды городского хозяйства. Уже не первый год больше всего денег получила сфера образования. Это более 70% казны областного центра. Средства пошли на ремонт школ, детских садов, зарплаты персоналу. Открыто 7 дополнительных групп на 150 мест, 5 функционирующих дошкольных образовательных учреждений. Для ввода новых групповых помещений муниципалитетам на данной цели направлено более 11,8 миллионов рублей. А еще выплаты молодым педагогам по 13 тысяч каждому. Также за счет средств городского бюджета были предоставлены места более чем для 2 тысяч детей, которые воспитываются в малоимущих семьях. Подобное обсуждение главного финансового документа Архангельска будет продолжено и впредь. Вадим Федосеев, Александр Кузнецов, Архангельское телевидение. Это все новости к этому часу. До встречи в 16.00. Редактор субтитров А.Семкин